Спроси у танкиста, что самое популярное в World of Tanks Blitz, и вы услышите Но не это сейчас нас интересует. Сейчас речь пойдет о КВ-2. Это один из самых легендарных, популярных и известнейших танков у World Blitz. Любимец ракалов и алкоголиков, а также объект для дикого, ржача и фана. Он настолько всеми любим, что трогать его, как в плане нерфа, так и в плане медиапространства, такая же катастрофа, как пустить корову на гамбургеры в Индии. Естественно, такую преданную, бесплатную любовь не могли не заметить и наши любимые разработчики. Как это так? Столько народу катают на нем, а мы с этого не получаем денег. Несправедливо. И, конечно же, они решили это исправить. Естественно, исправить в своем стиле. Раз трогать КВ-2 нельзя, а шестой уровень уже занят, то варгеймеры ничего умнее не придумали, как ввести аналогичный КВ-2, но на седьмом лвл. Окончательно угробив этот и без того дисбалансный уровень. Вот это поворот! Итак, представляю вашему вниманию новый аннигилятор седьмого уровня КВ-ТГ или КБ-ТГ. Визуально это идентичная копия вашего любимого КВ-2 с каким-то дьявольским обвесом, отдающий смесью Мэтт Геймса с Ред Алертом. Такая же шайтанка вместо орудия и бестолковая башня на еще более бестолковой тушке. По предварительной оперативной информации, этот танк может будет получить, пройдя очередной ивент от ВГ, либо отвалить агромедную сумму золота, чтобы скипнуть мучение, которое приготовит тебе обезумевший рандом, который будет выглядеть примерно так. Однако, на данный момент еще неизвестно, будет ли этот танк оставаться в ангаре или это на время ивента, но наш сотрудник оперативно-розыскной группы будет держать в курсе, а соответственно и я продолжу вас держать в курсе. Что касается ТТХ, конечно же, они пока что неизвестны, но точно можно предположить, что скорее всего урон останется без изменений. Увеличится лишь броня, количество ХП и возможное пробитие, иначе ему просто не выжить среди танков 7-8 уровня. Некая адаптация. Зато уже сейчас можно устроить минутку молчания для 6-го ЛВЛ, так как 2 КВ-2 он точно не переживет. Да, сейчас пока что еще рано делать выводы, это всего лишь предварительная информация, но, зная ВГ, зная наша аудитория, это будет настоящий пиздец. 90% всех игроков Блица, включая самых донных обитателей, хлынут выполнять ивент, чтобы получить эту заветную бабахуку, которую, возможно, еще и будет фармить. Это приведет за собой технические проблемы с игрой, это будет постоянный пинг, нехватка места, рассинх... Ой, это слово нельзя произносить вслух, иначе... А также постоянные сливы... СЛИВЫ! СЛИВЫ! Для меня это предвестие настоящий ад. Более того, как обзорщик по Блицу, я просто обязан принять участие в этой вокзаналии, чтобы не пропустить всеобщий хайп и разделить эту радость вместе с вами. Хотя я ненавижу КВ-2 и КВ-2 подобные танки на клеточном уровне, ибо они рандомные, как самое подкрученное казино. Игроки на них стоят в кустах и в общем и целом они портят настроение. Хотя, как коллекционер этого пиксельного хлама, боже, это болезнь, от которой не вылечится. Я очень даже рад, ведь КВ или КБТГ отличный и ценный экземпляр, увеличивающий ценность моей коллекции. Моя прелесть! Ладно, господа танкисты, я заканчиваю лид в воду, а то счетчик накрутим. Кстати, не забудь накрутить лайк, если понравилось видео, обязательно напиши, что ты думаешь о вводе этого танка в комментариях, будешь ли ты сам участвовать в этом ивенте, ну и до скорых встреч, пока-пока!